Привет! Это Женя Тимонова и «Все как у зверей» Программа о том, в кого люди такие И сегодня мы снова на древней прородине человечества И в этот раз это кафедра антропологии Московского университета Потому что именно здесь обитает мой сегодняшний соведущий Гейдель Человек Гейдельберский, непосредственный предок Homo sapiens Гейдель у нас вообще голова И поэтому расскажет нам сегодня масса интересного про нас самих Например, почему мы такие альтруисты Какие инстинкты заставляют нас быть патриотами И как управлять нами с помощью всякой гадости Способность жертвовать собой – это не только человеческая черта Животные тоже так умеют Вот, например, пчелы без разговоров отдают свою жизнь, защищая улей Потому что, ну, как всем известно, каждый укус пчелы смертелен, но только для нее самой А у муравьев рода компонутус вообще есть свои солдаты-камикадзе Они в бою, защищая муравейник, умеют так напрячь брюшко, что буквально взрываются Заливая противника клеем и таким образом вынуждая склеить ласты вместе с собой Одним словом, альтруизм, а взорвать себя – это акт экстремального альтруизма Он для животных, ну, в общем, достаточно обычное дело А причина его то одно единственное общее, что объединяет колонии ос, термитов, пчел, муравьев Вот, друзей наших гулых землекопов как раз Все их члены между собой родственники Братья и сестры, дети одной матери И это родственный альтруизм И существует одно условие, при котором он проявляется особенно ярко Вот проводили эксперимент Живет группа шимпанзе Ну, живут себе и живут Там, ссорятся, мирятся, мелко конфликтуют за иерархию Ну, то есть обычный такой вот уровень внутригрупповой агрессии И тут рядом с ними селят другую группу шимпанзе А вот межгрупповая агрессивность у них там довольно доходит И что же делает первая группа? Они немедленно перестают ссориться И тут же все сплачиваются, начинают держаться вместе И демонстрировать весь альтруизм, на который они только способны То есть они помогают друг другу Они делятся едой Они гораздо больше занимаются взаимным грумингом Ухаживают за всеми детишками, которых только видят И при этом ни на минуту не забывают очень напрягаться по поводу соседей Повторяли этот эксперимент с крысами? У крыс тоже самое Появление чужаков резко повышает альтруизм среди своих И вот таким образом ученые доказали то, что и так всем прекрасно известно Лучший цемент для коллектива – это внешняя угроза И это правило работает абсолютно для всех социальных животных И, конечно же, оно работало для наших предков Потому что уж кто-кто, а предки наши-то натерпелись Потому что антагонизм и агрессивность между группами древних людей была настолько высока, Что вся их жизнь, впрочем очень недолгая, она проходила в постоянных конфликтах с соседями Там уже что творилось По некоторым данным каждый вот третий такой вот гейдель заканчивал свою жизнь в драке с соседями И палеолит залит кровью по самой верхней А это, извините, два с лишним миллиона лет 99% всей человеческой истории И таким образом мы прошли через очень жесткий отбор на способность жертвовать собой Потому что, конечно, во всей этой кровавой бане Выживали только те племена, у которых были гены самоотверженности И способности отдать свою жизнь за благо своего племени Но зато в оставшийся 1% человеческой истории, когда мы сделали просто вот настоящий эволюционный прорыв И превратились из древних людей в людей современных Мы в своем стремительном развитии буквально обогнали сами себя И наши теперешние законы и моральные нормы, они гораздо человечнее, чем наше инстинктивное поведение Которое просто не успевает изменяться так быстро И поэтому во многом сохранило звериный оскал палеолита И многие ценные адаптации, которые помогали нам тогда выжить, сейчас просто бесполезные атовизмы А то и хуже того Вот так произошло и со связкой войны и альтруизма Которое больше не помогает нам доживать в родоплеменных войнах за неимением таковых Но зато превратилось в очень удобный инструмент манипулирования людьми Особенно если этих людей сразу много А работает это так Вот, например, у вас есть некая территория и население И у соседей есть территория и население И вот на их территории у вас есть некий интерес Вы, конечно, можете прийти к своему народу и сказать Слушайте, ребята, мне там кое-что надо, пойдемте за это повоюем Но вас, скорее всего, просто пошут Но если вы будете манипулировать людьми, обращаясь к их инстинктам У них просто не будет выбора Поэтому говорить надо так Братья и сестры Они, конечно, никакие не братья и не сестры Но мы все равно должны им это сказать Потому что изначально альтруизм рассчитан на родственников Поэтому вот, братья и сестры Родина-мать в опасности И зовет вас, своих детей, ее защитить И пусть вас не смущает некая абсурдность этой конструкции Потому что все, конечно, головой понимают Что мать – это вот мама И с ней все в порядке И если она куда зовет, то только обедать А Родина – это просто какая-то территория Она не может быть матерью Ей рожать-то нечем Но это все понимают, когда по одному Но упоминание родственников в тревожном контексте Для людей, которые собраны в массу Имеет просто волшебный эффект У всех тут же активируется рост на альтруизм И все становятся немножечко готовы пожертвовать собой Потому что все их инстинкты говорят Братья, сестры, мать, дети Это же море моей крови Это гора моих генов Это все нужно защитить любой ценой Да, кстати, всегда называйте это защитой Даже если собираетесь напасть Потому что, как мы помним по термитам, пчелам и шимпанзе Изначально альтруизм создан для защиты родственников Хотя использоваться, конечно, может для чего угодно Итак, пол дела сделано Народ встревожился, побросал свои дела И пришел в боевую готовность Теперь нам нужно подготовить противника Потому что тут есть одна проблема Психически здоровые люди ужасно не любят убивать других людей Даже если им за это ничего не будет У нас на этот счет стоит масса, опять же, инстинктивных запретов И нарушение их чревато ужасными муками совести Вплоть до полной деморализации бойца И чтобы этого избежать Вы должны превратить противника в не человека Потому что не людей убивать можно Но как это сделать? И вот тут существует один очень хитрый прием Вот берем человеческий мозг Он такой маленький Не потому что он принадлежал какому-нибудь пятикантраху А просто потому что съежился от формалина А в остальном это совершенно настоящий мозг И в нем возникали настоящие человеческие эмоции В том числе эмоции отвращения Которые нас и интересуют Это такая смесь страха и реакции избегания И в свое время отвращение сослужило нам очень хорошую службу Когда во времена тотальной антисанитарии Помогало нам избежать инфекции А возникает оно примерно вот здесь Вот в средней и боковой лобно-глазничной коре И ученые Принстанского университета Изучавшие отвращение с помощью МРТ Обнаружили совершенно удивительные его свойства Возбуждение участков мозга, ответственных за отвращение Подавляет активность участков мозга Которые отвечают у нас за жалость, сочувствие, эмпатию И другие человеческие чувства И таким образом объект отвращения мы воспринимаем Не как что-то живое, даже если оно живое А просто как некую абстрактную, неодушевленную мерзость Которую нужно немедленно удалить и желательно уничтожить Будь это крыса, таракан, дохлая кошка, змея или бомж И у этой эмоции есть еще одна очень интересная черта Чем сильнее отвращение человек испытывает Тем больше его потребность в принадлежности к своей группе Что в социальном плане проявляется как патриотизм И, соответственно, тем выше его неприязнь к чужим группам Что в социальном плане проявляется как ксенофобия То есть чем людям противнее, тем они больше и патриоты И, соответственно, больше и ксенофобы Ну так сделайте людям противно И перенесите это отвращение на образ противника Чем его дегуманизируете, то есть обесчеловечьте Называйте их крысами и тараканами Зомби и псоглавцами Гадами и падалью Говорите, что они трахают коз, едят младенцев Когда вы обращаетесь к инстинктам, работает даже самая дикая ложь Потому что инстинкт гораздо старше, чем интеллект И затыкает его вот на раз И пугайте, пугайте постоянно Потому что страх это топливо всего вот этого патриотически-ксенофобного комплекса Без него они хереют прямо вот на глазах И поэтому каждый день тревожные новости, леденящие подробности, чудовищные версии Ну, собственно, вы знаете И вот таким образом вам удастся обойти все культурные запреты И вернуть свой народ в пещерное состояние войны с чужаками На одном полюсе у вас патриотизм На другом ксенофобия Друг без друга они не существуют Но зато вместе создают такое напряжение Что с его помощью вы легко свернете горы Разрушите города, сотрете страны Положите миллионы людей И уж, конечно, наживетесь, на чем вы там собирались И вот по этой простой схеме строятся абсолютно все войны Очень надежные Собрали еще в Палеолите, а до сих пор работает И с другой стороны Если какие-то люди, которые вам ни к коим бокам не родственники Вдруг начинают набиваться к вам в братья А вас самого называют сыном Не ваших родителей каких-то совершенно абстрактных понятий И сравнивают соседей с чем-то, что вызывает у вас отвращение Имейте в виду От вас ждут альтруистичных поступков Но поскольку все это ложные данные То от таких поступков не будет пользы ни вам, ни вашим настоящим близким Ну, а если этим людям удастся все-таки разбудить Вашего внутреннего пещерного человека Вас это уже не остановит С вами было все как у зверей Берегите себя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА